После дистанционного образования, дистанционное трудоустройство подростков Сургутского района впервые обеспечили работой в онлайн-режиме. Из-за распространения коронавирусной инфекции от привычного формата летней занятости пришлось отказаться. Решили экспериментировать. Если раньше молодых людей девушек нанимали в дворники, курьеры или садовники, то сегодня все они копирайтеры. Свои должностные обязанности выполняют исключительно из дома за компьютером. Чем и сколько зарабатывают школьники на каникулах? Расскажем далее. В домашней одежде и с кружкой чая. Едва проснувшись, Виолетта Герасименко спешит на работу. Все, что ей нужно, компьютер и уютное местечко. За городом у бабушки обстановка располагает к творчеству. В будущем девушка видит себя журналистом, поэтому охотно согласилась на летних каникулах попробовать себя в написании текстов. Копирайтер. Такой будет первая запись в ее трудовой книжке. Мы начинаем работать как с планерки, планируем свой день. Нам дают задания и всегда они связаны с контентом районного молодежного центра, с группами, социальными сетями, сайтом и разработкой блога. Мы следим за наполнением, выкладываем туда новости, также оформляем их визуал, то есть мы выставляем текст, картинку и загружаем сразу на сайт, чтобы все пользователи могли видеть это в режиме онлайн. Пандемия нарушила все планы по летней занятости подростков. В обычное время на каникулах трудоустроили бы около 600 школьников Сургутского района. Но для нынешних условиях все ранее созданные рабочие места не подходят. В качестве эксперимента решили попробовать удаленку. Идею привлечь школьников к работе в информационном поле предложил молодежный центр. Для начала задействовали всего 10 несовершеннолетних, но уже в июле дистанционно трудоустроенных будет больше 30. Первый опыт оказался весьма успешным. Когда видишь отдачу, когда видишь, как реально у них горят глаза, как они хотят сделать информационное пространство круче, районный молодежный центр хотят сделать круче, от этого, конечно, и бегут и мурашки, и желание ходить на работу становится в разы больше. За привычную уборку или благоустройство территории подростки получали в месяц по 7-8 тысяч. На удаленке зарплата поменьше, до пяти. Но и рабочий день здесь укорочен. Мы готовы, допустим, платить и больше, но тут санитарные нормы, и мы не можем установить продолжительность свыше, например, полутора или двух часов, так как это все-таки работа с компьютером. На работе в соцсетях дистанционное трудоустройство подростков не ограничится. Сегодня молодежный центр ищет партнеров, готовых занять несовершеннолетних и в других сферах. Специалисты рассчитывают на сотрудничество с некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. То есть и в прошлом году у нас были индивидуальные предприниматели, которые создавали рабочие места, то есть это 15 рабочих мест. Но здесь как раз-таки мы выбираем такую, так скажем, сферу креатива, чтобы ребята что-то поделали руками. Например, в прошлом году они изготавливали хантыйские поделки, изготавливали лжанки для животных и игрушки очень красивые, мягкие, из переработанного сырья. В планах у Сургутского района создать на год порядка 1600 рабочих мест для подростков. Но даже после того, как стабилизируется эпидемиологическая ситуация, от дистанционного формата летней занятости здесь отказываться уже не намерены. Светлана Славкина, Роман Турбин, Сургут, Сургутский район.